Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать вновь на нашей передаче «По душам». Сегодня мы с вами поговорим о такой тонкой теме, как надежда. Психологи все чаще замечают, что современные люди, если у них что-то не получается, мгновенно впадают в отчаяние, им кажется, ой, все уже кончено, ничего не исправить. Какова же природа этого чувства и самое главное, как смотивировать себя на успех? Это тема нашей сегодняшней программы «Будьте с нами». Надежда — это своего рода видение возможности удачи. Она всегда живет внутри нас и часто сильно нас выручает. Многие проблемы существуют только у нас в голове, и если подождать достаточно долго, они действительно исчезают сами по себе по воле Всевышнего Аллаха. Другими словами, надежда — это склонность души убеждать себя в том, что желание сбудется. Размышляя о природе надежды, многие психологи пришли к выводу, что все-таки оно упирается на стиль нашего мышления. И оно зачастую основано именно на привычке, на том, как мы привыкли мыслить. Надежда — это состояние души и жизни, это внутренняя готовность к действиям на пути своего благополучия. Это можно даже сказать психическое состояние, которое сопутствует развитию. Другими словами, человек, который надеется, он допускает только положительные и хорошие мысли в своей голове. И он надеется, что что бы ни произошло, в конечном итоге все завершится хорошо. И напротив, люди иногда теряют надежду именно из-за того, что постоянно привыкли негативно мыслить. Что бы ни произошло, им кажется, да, вряд ли получится. Наверное, все это не так. Да нет, невозможно, что хорошо получится. Понятие надежды определяется разными способами. Ряд исследователей трактуют надежду как чувство возможного успеха, другие же как ожидание успеха. Для некоторых она предстает в качестве мотивационного состояния. И исследователи считают, что надежда является личностной позицией, отношением к самому себе. В особенности надежда выражена в поведении тех людей, которые готовы действовать. Говоря о надежде, конечно же, задумываешься о здоровье человека. Насколько надежда и состояние вдохновленности помогают человеку быть здоровым. И отсюда возникает такой вопрос. Какую функцию выполняет надежда? Многие люди говорят, что надежда дает чувство жизни. Без надежды жизнь как будто становится тусклой и бесцельной. В своем роде надежда выполняет функцию мотиватора, планирования перспективы роста и развития личности. Надежда на счастье или что-либо другое всегда приносит радость. И нет в ней зла, потому что она облегчает жизнь. Ну так откуда же берутся все эти негативные установки? Почему по статистике людей, которые теряют надежду и думают плохо, больше, чем людей, которые думают хорошо? И наверняка вы скажете, наверное, как всегда, все началось с детства. И, конечно же, вы будете правы. Детство — это период многих начал, когда формируется мировоззрение, позитивное или негативное мышление. Секрет заключается в том, что мы привыкаем к тому или иному мышлению. И то, как мы привыкаем мыслить в детстве, сохраняется и во взрослой жизни. Первый опыт, который ребенок получает от этой жизни, очень важен, потому что он как фотографически запоминается и отпечатывается в мозгу человека. Но, тем не менее, когда человек в процессе своей жизни развивается и работает, помогает, например, другим людям, он понимает, что не совсем все, что было у него в детстве, может повториться. Часто в работе психолога замечаешь, что человек, у которого есть надежда, он буквально на ваших глазах расцветает. Ему хочется жить, помогать, делать что-то хорошее и так далее. И наоборот, когда человек думает, что все плохо, у него все как будто все краски жизни спадают. С чем же это связано? И вообще, что такое безнадежность? Безнадежность возникает чаще всего в результате повторяющихся неудач, что приводит человека в состояние уныния. Ему кажется, что теперь всегда так будет. Ему все это кажется бесполезным. А хотя все это известно лишь Аллаху. Некоторые из религиоведов даже отмечают, что наверняка вот эта вот проблема, что вот я плохо о себе думаю, наверное, у меня ничего не получится, связана с тем, что мы в современном мире ориентируемся на оценку окружающих людей, в то время как, оказывается, нужно искать довольство Аллаха и делать все, что мы делаем, только ради Него. Также они отмечают, а так ли мы справедливы, когда думаем, что все будет плохо, мы как будто заранее себя программируем и убеждаем самих себя, что это не получится, то не получится, тогда как Аллах Всемогущий очень щедрый и милостивый, и Он всегда дарует человеку в его нуждах. В самом общем виде оптимизм и пессимизм – это понятие положительной или негативной системы взглядов человека. О мире, например, о происходящих и ожидаемых событиях и так далее. У оптимиста светлый, радостный тон восприятия жизни и ожидания будущего, а у пессимиста же – настроение безысходности. Оптимисты придерживаются в целом положительных ожиданий в жизни, они живут на фоне радостного эмоционального состояния. Пессимисты же ожидают от жизни худшего, поэтому у них подавленное настроение или уныние. Также очень часто слышишь от подруг, от коллег, они говорят, ну все будет хорошо, не переживай, думай позитивно, мысли хорошо и так далее. И люди делятся своими впечатлениями и говорят, говорить-то легко, но как это сделать? Как же помочь близкому человеку повысить свой оптимизм и внушить надежду? Для начала надо самому иметь надежду. Сложно вселить надежду в кого-то другого, если у вас у самого нет надежды. Подумайте на минуту, что же именно вы хотели бы получить от жизни, и пусть ваши ожидания будут реалистичными. Во-вторых, сходите с другом на природу или какое-то мероприятие. Поговорите после с другом о проведенном времени, обратите внимание на положительных аспектах. Третье, повышайте ему самооценку. Так или иначе, покажите своему другу, что он достойный человек. Хороший друг, хороший специалист, например, и так далее. Скажите несколько теплых слов ему. Четвертых, поощряйте упорство и смелость. Можно приводить примеры из жизни, книг или фильмов. Пятое, объединяйте надежду. Иногда так бывает, что человек не хочет иметь свою личную, персональную надежду. Ему кажется, что это нескромно, неправильно или глупо и так далее. А на самом деле, просто ему хочется разделить с кем-то свою надежду. Вот и помогите ему. Постройте планы вместе. И шестое. Делайте другу неожиданные и приятные подарки. В детстве все дети верили в чудеса. Отчасти потому, что они получали неожиданные подарки. Если у вас есть возможность, возродите хотя бы немного в своем друге это чувство. Особенно этот вопрос актуален, когда кто-то рядом с нами, из близких нам людей, например, из коллег, подруг, допустим, из близких родственников, кто-то постоянно ходит в отчаянии. Иногда люди спрашивают, ну как их взбодри, как их смотивировать. Давайте для начала разберемся, какие признаки бывают у человека, который позитивно, оптимистично мыслит и у того, который мыслит негативно. По следующим четырем признакам можно отличить оптимиста от пессимиста. Оптимисты в каждой ситуации ищут положительную сторону. У пессимиста есть мысль о том, что у него ничего не получится. Из любой неудачи или сложности оптимисты стараются извлекать ценное знание. В чувствах у пессимиста есть неверие в хорошее будущее. Вместо обвинений оптимисты всегда ищут решение проблемы. Пессимист ощущает, что мир вокруг опасен и ненадежен. Оптимисты непрестанно думают и говорят о своих целях. Пессимист убежден, что окружающие его не понимают. Наш мозг, оказывается, работает по принципу определенной программы. Иногда он подчиняется тем установкам, которые у нас есть внутри. Например, если мы хотим, чтобы все было хорошо, то мозг принимает эту команду и старается мыслить в эту сторону. И наоборот, если нам кажется, что все будет плохо, то даже если все будет хорошо, мозг подчиняется этому приказу. Дорогие телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть номер WhatsApp и e-mail, на который вы можете отправить свой вопрос по психологии. Некоторые из ваших вопросов мы рассмотрим в нашей передаче. Один человек говорит другому «Да все уже, мой поезд уехал, ничего не получится у меня» и опускает свои руки. На что второй ему отвечает «Ну подожди, подожди, посмотри вперед, ведь ты жив и здоров, и та точка, на которой ты находишься, может стать твоим началом в будущем». И ведь действительно, пока человек жив и здоров, у него всегда есть шанс исправить свое положение. А вы как считаете? С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok